Если ты кайфуешь от звука мотора, любишь гонки и тюнинг, а лучшие выходные для тебя это побыть наедине со своей машиной в гараже, то тебе обязательно нужно взглянуть на канал Техно Драйв по ссылках в описании. Я уже подписался на этот канал, подключайся и ты. Субтитры сделал DimaTorzok Собразили, да, только есть одно новое. Стоим, нахуй скачь, собираемся, соляры нет. Техно, у меня устроено, есть, с чем залиться, ебаный рот. Так отдашь нахуй? Не, не, подожди. Давай заливаемся на одном условии, с собой берутся и сюда. В багажник загрузим. Ну что, хлопцы, давай нормально, разговаривай. Заправляемся, блядь, и на дело. У нас как раз закончилось, если подкинешь пару бутылок. Магаз рядом. Сколько, шутку? Чарнилки? Водочки. Такой, ебан. А шо за чучелое ездит? Блядь, некий не местный, нахуй. Давай въедем его. Эй, колхозяны, ходите сюда по одному, я вопросом сейчас. По одному? Чух. Подожди, подожди, не мороси. Я тут подвижна с вопросом проезда. Я с них уезжаю. Ты знаешь, куда заехал? Сюда. Ты знаешь, я уже проехал по этим болотам, блядь. Мой мерседес не может совладать с вашей деревней. Братаны, я отдам все, пока найдите мне сегодня, найдите мне сегодня. Ха-ха-ха, ты не, блядь, пиздафера. О, блядь, мы сегодня ехать полем. Ай-й-й-й-й-й-й. Ребята, если вы сегодня найдете гарную девчину, я сегодня... Я тебе сейчас найду гарную шишку. Дядь, да слушай, у меня, короче, в Москве друзья есть, ты так сильно ляса не точи, я тебя базарю. Ты как думаешь, за какой деревнях это пидор, а? Наверное, блядь. Говоря хоть слышишь? Змюзку некий. Тебе какие-то мутные, поехали. Сюда, начинай. Ладно, ребят, я и в багажнике проеду. Да так бы сразу. Глуши, ебаный. Глядь, слушай, ты же гости, я приехал, давай, представляйся, наливай пацаната. Ну, пойду, короче, айфон загоню сейчас, может, тут принимают. Пиваться возьмите мне. Я не знаю, не знаю, не знаю. Джига – замечательная тачка. Я на ней ездил три года, она мне служила верой и правдой. До этого 10 лет стоял в гараже. Я ее реанимировал из говна. Ну, теперь она уже больше года тоже стоит. Потому что я поднялся на сетевом маркетинге по продаже пилюлей и купил себе Хондо Кор. Да, ну, в общем, это совсем другая история. Слушай, а нас преследуют какие-то бандосы на Мерсине. Надо было ствол брать с собой, блядь. Да, мы, блядь, на точку приедем, возьмем ее, пизды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с ребятами очень сильно расстроились, потому что мы рассчитывали на эти кадры. Дело в том, что когда мы снимали, я закрепил камеру на капоте своего автомобиля. И тогда, когда мы уже заехали на такой интересный пятачок, Джига начала крутить лютые дрифты. Настолько лютые дрифты, что я беру, выхожу из машины, снимаю камеру с капота своего Мерса, нажимаю на кнопку и начинаю снимать. Там было, ну, просто 6 лютых таких дрифтов. После этого я на эмоциях. Мне обалденно нравится. Думаю, вот, классный контент будет для вас. Дима перестарался, если честно, и его занесло. И он долбанулся о обстоящие бревна. Притом так, что машина налетела на бревно и пузом села на это бревно. Параллельно помялся диск. Было настолько... Я при том это все снимал. Было настолько эпично то, что открылся багажник, открылись двери, и Дима чуть не вывалился через лобовое стекло. Сразу побежал. Дима жив-здоров. Все хорошо. Я думаю, снял для вас обалденный контент. Пришел домой. И именно этот момент, он не был запечатлен. Друзья, потому что, когда я снимал камеру, я нажал на кнопку. Был на эмоциях, как я и говорил. Таким образом, я не начал снимать, а наоборот, выключил камеру. Поэтому пришлось вам рассказать именно это все словами и показать фотографии. Но мы очень сильно расстроились, потому что это было бы просто очень круто, эпично. И мы решили, что мы еще раз съездим туда и сделаем еще лучше, еще круче. А сейчас продолжаем наслаждаясь с тем, что произошло потом. О, блядь, подожди. Диск-диск погнуло, блядь. Сука, ебан. Давай, городской, тащи свой немецкий танк, будешь славян выручать. Давай зацепим вот это бревно веревкой, вытащим это бревно, и ты, наверное, выйдешь. Как ты его заряжешь? Ты его не вытянешь. Оно, смотри, какое длинное, блядь. Надо тачку тянуть. Давай сзади, сзади, давай сзади. Нахуй дернем, блядь. Мы вдвоем только... Если был бы там кратных, может быть поднять. Смотри, какое длинное оно, не вытянешь. Я просто грюк только сзади. Степной волк. Балуточный, нажать. Блядь, пизда. Я уже думаю, что... Пацаны, вы будете это от своим детям показывать. Димон только деду не показывает. На, еще. Давай-давай-давай, лезь. Стой, стой. Мерседес не уебали. А, так это ж клык-клык упал, блядь. Дядя, кусок бампера отлетел. Бля, ребята, у нас реально сегодня с самого советского собрата. Пацаны, кому нужен клык? Молодцы. Мы не расстраиваемся. Я не думал, походусь, я жене так гуляю. Главное, до девок доехать. Работают погранцы в Гродненской области. Да ну нахуй! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Да, свой бы мерсетесовский я бы так не вырвал, он на шкал ходит. Ребята, все, все в этой машине чинится молотком. Загнуло диск, так что он протирает супер. Вот тут вот надо сейчас, короче, по нему долбануть и решится вопрос наш. Вот, а пока можете поизучать подвеску. Очень инновационная. Моделец автомобильного средства, рассказывая о причине ДТП, сказал, что у него не сработала внезапная ESP-система. АБС, еще что-то я слышал. Картавая устойчивость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трофе. Бля, ребята, едем через какое-то болото, жесть! Ну и посмотрим. О, какие-то собаки, слышишь? Серберы. Смотри, сзади собаки какие-то. Вот, смотри, три собаки. Голоса только с... Ой, жесть! Жесть! Да, жесть! Какие-то собаки нас запечатлили. Сука! Не, ребята, я тут, наверное, блестану. Вот, аккуратно. Смотри, чтобы дядя... Если дядя заглохнет, мне туда точно нельзя ехать. Я его буду вытягивать. Это закон джип-трофе, ребята, джип-трофе. Жесткая тема. Дальше точно мы не пройдем с тобой. Ну давай, ты выйдешь, бля, посмотрим. Можешь тут все поставить. Я там выставлю машину, чтобы освещало, да? А ты проедешь как-нибудь красиво через болото? Если она проедет, блядь. Ну давай сначала палкой попробуем. Янка! Посмотрите, куда мы въехали. Покажи, покажи людям, бля. Куда мы въехали. Тогда без джипа невозможно ехать. А вот это... И без джиги, ребята. Вот это хуевое хуя. Откиньте. Ну, смотри, чувак. Все за... Дип! Тут нахуй можно убить джип, у нас. Да, да, да. Ну ты просто реально можешь... Ну, остатки. Остатки. Конечно, ты смотри сам, но я тебе поменьше буду. Если только на большой скорости, я не знаю. А, не, чувак. Не, бессмысленно. Сегодня уже нахапали говна, блядь. Друзья, друзья, вы видите все сами. Это не постанова, это не академик стайл, это картавый спец. Мои новые деревенские друзья. Я, приношу извинения, я ошибался. Этот городской Кэлх помог, выручил нормальный пацанок. Да. Я теоретически техническую механику изучал, друзья. Ребята, вступайте в наш клуб Острых Казахов. Друзья, я вам так скажу, что про эту машину рассказывать? Она была рождена в 70-х годах. Давайте на фоне лужи. В ней было зачато больше народа, чем во всей Америке. Я вам скажу так, мы хотели сегодня, конечно, заехать на Мусорную гору. У нас просто сегодня немножечко наш танк советский пострадал. И, друзья, конечно же, без вашего лайка вы поставили лайк, вы подписались, вы написали коммент, коммент, друзья. И для вас мы сейчас покажем охуенную лужу. Джип Трофи. На. Но ты уже не сможешь дать задний на столько охуенно. Задний привод на автомобиль не должен давать заднюю чувак, блядь. Это все. Только вперед? Да. Все, погнали. Охуенно, смотри, фотка была бы, да? Ебать, залил нахуй на штаны. Сука. Так я же говорю бессмысленно звонить, блядь, потому что всегда перезвоню, я занятая, давай потом я. Спросил пацанов, как им без стекла ехать, лобового. Ай, я коробку задел. Друзья, конечно, конечно, мы еще обязательно заснимем днем, для того, чтобы вам было хорошо видно. К сожалению, не хватает пока у нас производственных мощностей, поэтому, если хотите хороших, угарных видео, вы видите, есть потенциал, то, пожалуйста, задонатьте копеечку, копеюшечку по ссылкам в описании. мы будем очень рады очень рады и будем для вас стараться ой бля и лакокрасочное покрытие еще и чала на лакокрасочное покрытие она едет еще слышишь возник клапанная колесница 87 или 67 лошадиных сил я хочу чтобы ты наколдовал лайков 300 хотя бы ребята будет 300 лайков вы увидите этого молча тире зверя монстр или он зайдет на самую высокую точку в минске на мусорную гору ебать там и останется еще подписывайтесь ставьте лайки вот колхозник говорит вы его слушайте он жизнь видал что за зверь вас не зря эти машины любит везде от сибири до кавказа от калининграда до урала до гондураса все эти машины любят смотри что делал что делает адская колесница на трех болтах смотри какой токийский дрифт у него руль короче жестко в сторону едет таки вот такое такое чувство что у него одно колесо бороздит и едет прямо вот видите все равно своим кодом с веками и закрываются это вам не это все сопливая мерседесовская это настоящая жигулевская какое пиво такое у нас кстати знаешь подписаны такие негодуют а что уже без мата что ли не не модно я вот с ребенком смотрю ваши видео и так стыдно становится я тебе скажу братан ты во первых 10 кто пытается меня таким образом пристыдить я тебе скажу братан неужели тебе нечего смотреть со своим ребенком кроме моего канала конечно мне очень приятно но имей ты дружище совесть смотри мой канал на смартфоне под одеялом вдали от детей и жены все ребят пока целуемся ставьте лайки цены а